Наверное, планировщик, судя названия, понятна. Это штука, которая помогает ставить компании, потому что маркетинговая, потому что, допустим, иногда пользователю не нужно запускать компанию сразу после того, как он ее нарисовал. Возможно, это компания какая-нибудь, которую нужно получать с утра. Самое банальное – поздравление с добрым утром, как пользователь нарисовал ее вечером. Нелогично отправлять ее вечером. Или поздравление с Новым годом своих клиентов, абонентов. То есть, если человек нарисовал эту компанию по ноябрю, будет немножко непонятно, если он будет отправлять ее и поздравлять с Новым годом за пару месяцев до начала. То есть, некоторые компании нужно ставить на регламент. В этом помогает как раз-таки такое приложение, как планировщик. Планировщик, он сам по себе, он не является разработкой SAS, стороннее приложение, которое разрабатывалось IBM, но оно лицензируется, тем не менее, с пол-SaaS в каком-то урезанном виде, которого, на самом деле, больше, чем нужно. Архитектура у него, собственно, такая тоже неоднозначная. Но что предоставляет документация SAS, это то, что он состоит, как и любое приложение, которым может пользоваться юзер, из клиентской части и серверной части. То есть, клиентская часть — это некий интерфейс, в котором можно рисовать зависимости запусков компаний, процессов, отслеживать, запустился ли тот или иной регламентный процесс, посмотреть некую статистику по запускам. Опять же, это можно делать из менеджмента консоли, о которой мы говорили, это единая точка входа для администратора SAS. В нем есть такие приложения, как Flow Editor, и календарь Editor — это такая штука, которая помогает делать временные триггеры, допустим. «Хочу запустить 17 августа в 17.45». В этом может помочь календарь Editor, который там создает триггер для запуска компании. Ну и, собственно, серверная часть, которая все это дело запускает. Есть некий менеджер, который состоит из демона, который у нас контролирует запуск вот таких вот регламентных процессов. И, собственно, обработчики, которые эти процессы берут в обработку, запускают и возвращают статус. Собственно, выглядит это все примерно вот так. То есть, пользователь у нас в одном из приложений забивает какой-нибудь джоб регламентный на какое-то определенное время. Это у нас переходит в менеджер процессов, где у нас хранится вся эта информация по всем триггерам, по всем процессам, которые нужно запускать. И, собственно, мы отправляем это на хост, который будет обрабатываться, когда у нас работает тот или иной триггер. Но тут скорее кластер нарисован. Как правило, у нас в наших реализациях PM, MasterHost, вся эта история, все расположено на одном сервере, потому что необходимости в одном не нужно. Но что нужно знать администратору и планировщик, это действительно его запуск, потому что он не тривиален. Запуск нужно производить под определенным пользователем, потому что это как бы некоторое стороннее приложение, некоторая вещь, которая требует каких-то своих определенных пакетов, своих определенных переменных окружений, и для этого нужно заходить под отдельным пользователем. Тоже тут важна последовательность, потому что изначально нужно запустить сам сервер-обработчик, потом уже сервер, на котором хранятся все наши задеплоенные джабы и триггеры, по которым они срабатывают. Последовательность довольно проста, если выполнять ее и держать перед глазами. Запоминать ее, конечно, не требуется, просто нужно иметь в виду, что нужно запускать ее именно в таком порядке, подтягивать необходимые переменные окружения. Это действительно важно, потому что не притянув переменные окружения вот таким образом, все остальное просто можно не запустить. И, собственно, проверка состояния мы можем просто погрепить через консоль администратора Linux, посмотреть, есть ли такие процессы, если они все существуют, и ошибок в блогах нет, то с планировщиком все окей. В блоге, куда нужно смотреть ПО, САС и лицензию планировщиков, так как это отдельно стороннее приложение, вот ссылочка, нужно обновлять отдельно. И, собственно, обновив ПО, САС, лицензию, это не говорит о том, что мы обновили планировщика. Это вот, наверное, как выглядит из интерфейса, когда мы компанию ставим на расписание, мы можем клипнуть на расписание, выбираем, как хотим запустить либо компанию, либо только коммуникацию, указываем нужное на время, какое количество раз мы хотели бы запустить, все и так далее. В общем, это с чем работают пользователи. Когда они это все забивают и нажимают ОК, все это отправляется вот сюда, сюда, на процесс менеджер, и хранится уже здесь в памяти. То есть, когда мы снимаем с расписания, эта информация отсюда уходит. Это как выглядит в том же самом старом нашем менеджмент-консоли. То есть, мы, допустим, можем сделать так, что компания, которую мы хотели, допустим, запускалась после того, как отработает какая-то другая компания успешно. То есть, может быть, после того, как отправил пользователь смс на какой-то номер, мы видим, что там компания завершилась, если номер, который он захотел отправить, пришел, то мы можем запустить какую-то другую компанию. Собственно, если это отработало успешно, то мы можем сделать запуск следующей компании. Это выглядит вот так вот. Это некоторая веточка логическая, по которой мы можем устроить. Если у нас компания 16.23 завершилась, мы можем запускать 16.80. Если она не завершилась, мы не запускаем. Если она завершилась с ошибками, мы не запускаем. То есть, мы можем там выстроить какую-либо логику, какую-либо, какую-либо захотели. Также все, что мы ставим на расписание, мы можем увидеть в менеджмент консоли в плагине Schedule Manager. То есть это все, что мы поставили на расписание вот таким вот образом. Все, что мы поставили на расписание вручную с менеджмент консоли. Эта операция у нас есть тоже в руководстве администратора, подробно расписан. Мы можем отсюда это запускать руками. Как запускать какие-то вещи, которые задипломены на планировщике вручную? Запуск некоторого регламентного процесса, либо запуск компании по расписанию — это просто команда, которую мы в определенный момент времени запускаем из операционной системы, на которой у нас все это стоит, в данном случае Linux, по определенному заданному триггеру. То есть, допустим, если у нас какой-то есть процесс обновления участников в каком-то определенном списке, запускается он, допустим, каждый день в час дня, по факту это обозначает то, что некая команда, которая выглядит следующим образом, каждый раз запускается из консоли Linux в час дня. Это просто помогает нам запускать что-то, что мы хотим в определенный промежуток времени. И чтобы понимать, работает ли планировщик корректно, когда такие проблемы возникают с запуском регламентной кампании, например, процесс не запустился вовремя или процесс вовсе не запускается, нужно понять, проблема планировщика или нет, или в самом процессе, который мы пытаемся запустить. Мы можем открыть свойства этого процесса, который задеплоен на сервере, увидеть, как выглядит эта команда, просто вбить ее в консоль Linux под нужным пользователем и запустить, и посмотреть, работает ли планировщик или нет. Команда запустилась, все хорошо, значит, делать с чем-то планировщиком, нужно разбираться, смотреть по логам.